В 30-е годы в основном сложилась вся его успешная служба. Многие называли его керьеристом. Возможно, это было так и есть, потому что все было очень степенно. Он построил свою военную карьеру довольно успешно. О нем очень хорошо высказывались и Тимошенко, и Лизюков, которым он непосредственно воевал вместе. У Сталина он был на очень хорошем счету, и даже сам Сталин-то его называл карьеристом. Но при этом все ему благоволили, он не нарушал каких-то традиций, законов, устоев, никаких антисоветских высказываний. Из его уст не было, он никаким образом это не проявлял. Его очень ценили уже даже во время Великой Отечественной войны непосредственно, в боях под Киевом. Он там даже был ранен, госпитализирован, потом вернулся в строй и очень хорошо себя проявил при обороне Москвы. В декабре 1941 года даже вышла газета «Правда», которая описывает этот подвиг, и он в числе одних из героев, которого хвалили. И именно, возможно, даже благодаря его участию и успешных действиях в обороне Москвы, его и выдвинули командующим 2-й ударной армии на Волховском фронте. Так как там все-таки было, можно мягко сказать, бедственное положение, нужно было как-то спасать ситуацию. Именно поэтому Власов и был туда назначен. Ничего не предвещало того, что Власов так спокойно и добровольно сдастся в плен, и еще и к тому же пойдет к немцам на службу, и будет воевать против своих же когда-то бывших солдат. Антисоветские убеждения Появились антисоветские убеждения, и когда якобы он попал в окружение, эти антисоветские убеждения обострились. Как-то очень странно, конечно, это. Если они и были антисоветские убеждения до плена, то он никак это не проявлял, нигде это не показывал. И это было, можно сказать, неожиданностью для большинства, для всех, что Власов таким образом себя повел. Потому что даже когда было известно, что он пленен, были брошены все силы для того, чтобы его найти. Ставка Верховного Главнокомандная отдала приказ Ленинградскому штабу партизанского движения, во что бы то ни стало, обнаружить Власова. Если он в плену, то всеми возможными силами отбить его из плена, эвакуировать из тыла врага Москву. То есть на него делалась огромная ставка, и он был ценен как руководитель. И ради него готовы были, возможно, даже, наверное, в будущем, я предположу, что если бы немцы предложили какой-то обмен, то, возможно, и Сталин, и наши главнокомандующие пошли бы на это. Когда армия была практически окружена уже, 11 июля вместе со своим генерал-майором связи 2-й ударной армией Афанасьевым, вот по его данным, по сообщениям Афанасьева, он последний раз видел Власова 11 июля 1942 года. Перед тем, как разделиться на группы, чтобы выйти из окружения. И уже в ночь с 11 на 12 июля из комендатуры небольшого городка в Ленинградской области в отдел немецкой разведки пришло сообщение о том, что якобы при движении Власова из окружения генерал Власов был убит. И якобы есть его труп и просят приехать на опознание. Тогда группа немецких офицеров выдвинулась. Но по дороге, когда немецкие офицеры выехали на опознание этого тела, им сообщили, что в деревне Туховежи поймали бандита с женщиной, который просил хлеба. И его поймали, отобрали пистолет и заперли в бане. И немецкие офицеры сказали, ну хорошо, мы на обратном пути заедем, посмотрим. В результате они приехали на опознание тела и были, в принципе, уверены, что это Власов. Как позже оказался это Виноградов, заместитель начальника штаба Волховского фронта, с которым он и выходил вместе из окружения. На обратном пути они заехали в эту деревню Туховежи, наставили оружие на дверь, сказали выходить с поднятыми руками. И человек, который выходил на встречу на ломаном немецком языке, сказал, «Не стреляйте, я генерал Власов». После этого он показал удостоверение с фоксимильной подписью Тимошенко о том, что он действительно является генералом Власовым и командующим 2-го ударного армии. После проверяли уже его почерк, сличали с теми приказами, подписанными генералом Власовым, и убедились окончательно, что это все-таки генерал Власов. А Власов мог не выдавать свои личности, он мог не раскрывать ее, потому что он был бил в монастерке, без знаков отличия, без наград. То есть это обыкновенный какой-то, действительно, можно сказать, солдат, отставший от своей армии, с роговыми очками на носу, как описывали это. Но он сам выдал себя тут же. То есть он, возможно, это стечение обстоятельств, где он попал в ту деревню, столкнулся не с тем человеком, когда искал хлеба и пытался укрыться. А Афанасьеву, генерал-майор связи 2-й ударной армии, ему удалось выйти к партизанам. То есть он уже вместе с партизанами, когда немножечко отошел от голода, холода, начал искать вместе с ними уже Власова. Потом Афанасьева переправили уже в Москву, и там у него спрашивали о судьбе Власова. И все были очень рады тому, что по сообщению Афанасьеву, что Власов жив. И во все отправились, были кинуты все силы на его поиск. В дальнейшем, когда узнали, было уже сообщение 14 июля по немецкому радио, было немецкое сообщение о том, что генерал Власов в плену у немцев. Были уже кинуты тогда все силы для того, чтобы Власова от немцев из плена отбить. Но когда уже стало известно о том, что генерал Власов выпускает листовки, призывает на борьбу с большевиками, с советским правительством, за мир с Германией, тогда, конечно, уже был приказ о его нахождении, но не для того, чтобы уже отбить, либо найти и привести его живым, либо уже уничтожить, как предатель Родины. В плену у немцев были и другие генералы, которые, возможно, даже негативно относились к политике Сталина, негативно относились к ведению боевых действий, но при этом они критиковали, но наотрез отказались сотрудничать с немцами. Власов с самого начала повел себя так, как будто он согласен на сотрудничество, ведь немцы сразу это понимают. Возможно, на него очень сильно, возможно, повлияло разгром его второй ударной армии, потому что по сообщению того же Афанасьева он сказал, что он был очень растерян, и Виноградову пришлось, заместитель начальника штаба Волховского фронта, брать в свои руки командованием, регулировать, каким образом мы можем выйти из окружения. Власов же был растерян и просто шел за Виноградовым, куда его позовут. Возможно, он тогда разочаровался и понял, что германская армия победит. Возможно, было так, и поэтому он понимал, что нет смысла бороться. Возможно, его напугал тот факт, что, так как он добровольцем сдался в плен немцам, то на родине его ждет одна участь – это смертная казнь за предательство, то есть он уже автоматически становился предательством. А возможно, он просто хотел элементарно жить, и жить не как военнопленный, а жить как свободным человеком, успешным, генерал-лейтенантом, каким он привык жить. Потому что, что скрывать, генералы в советское время и даже во время войны у нас жили неплохо. У нас в архиве Фонда Центрального штаба партизанского движения отложилось очень много спецсообщений о том, как следили за Власовым. То есть они следили за его передвижением, так как Власов ездил по лагерям военнопленных и агитировал в пользу Германии, чтобы они входили в добровольческие отряды, в эти отряды русской освободительной армии, для борьбы с Советским Союзом. И партизаны пытались это отслеживать каким-то образом и пытались внедрить своих агентов даже для уничтожения Власова, потому что поймать Власова не представлялось возможным. Все-таки немцы понимали, что за ним будут следить и они создавали какую-никакую охрану и к Власову было очень сложно подобраться. И в наших даже документах есть очень интересные свидетельства о том, что был завербован один из офицеров РУА, ему дали такой псевдоним «Дедушка», и ему было задание отравить Власова. И было у него два подхода, поэтому у него как бы как получалось то, что они сначала его потеряли из виду, он был очень долгое время в Берлине, но и Власов находился в то время. И потом, когда уже вышли через полгода с ним на связь, он рассказал о том, что у него было две попытки. Он один раз через кухарку подмешал яд в еду, но Власова срочно вызвали, и поэтому к еде он не притронулся, отравить его не получилось. А в следующий раз удалось подмешать яд в вино, он вино выпил, но яд не подействовал. Возможно, это конечно вымысел этого человека, может быть у него не удавалось, но он как бы рассказал о том, что он так смог сделать, все-таки подсыпать яд. Но сам себе факт очень интересный. И в результате они отслеживали, пытались его поймать, но фактически Власова удалось поймать нашим солдатам только тогда, когда он поехал сдаваться в плен американским войскам. Конечно, никакой роли в немецкой, в германской армии Власов не играл абсолютно. Это была абсолютная марионетка, и как говорил Гиммлер, мы бы сделали Власова, такой, какой он есть, сделали генерала, любого бы славянской внешности человека, даже бы не генерала, не военного, обыкновенного какого-то человека, сделали бы его генералом. Власов был им нужен, пока он говорил то, что им было нужно. Они его отправляли по лагерям военнопленным, они от его имени делали различные антибольшевистские листовки, разбрасывали от имени вот этого русского комитета, которого фактически не было. Это было просто как пропаганда, якобы он есть, якобы Власов возглавляет. На самом деле на то время был только один Власов, и речи, которые он говорил и распространял, все проверялись, все листовки редактировались немцами. За этим следил очень активно Гиммлер, потому что Гиммлер настаивал на использовании Власова в качестве антибольшевистской пропаганды. Власов говорил, что всему виной большевики, что они именно развязали войну, войну чуждую русскому народу. Когда уже Власов начал иногда, когда поездил по лагерям военнопленных и начал говорить какие-то свои мысли от себя об отношениях советско-германских, о том, что Германия неправильно относится к русскому народу, тогда уже в принципе поняли, что он говорит лишнее, и его тут же перестали возить по этим лагерям, и он довольно долгое время, полгода где-то пребывал в Берлине, и его никуда не вывозили. В Берлине Власов практически ничем не занимался, выжидал, предлагал какие-то свои догадки, идеи. Он же был на самом деле инициатором русской освободительной армии. Он прям рвался в бой, чтобы это было создано, чтобы все добровольческие организации, которые существовали до этого, объедены были, но его никто не хотел слушать. Гитлер вообще отрицал Власова, его существование, его необходимость. Конор — это комитет освобождения народов России, который фактически был создан только в ноябре 1944 года. До сентября 1944 года все какие-то переговоры с Власовым были прекращены. И, видимо, когда немецкая армия поняла, что она уже отступает и начинает проигрывать территории, которые раньше она захватила, они вспомнили про Власова и про его идеи о создании какого-то политического центра и русской освободительной армии. Конор именно являлся таким политическим центром. То есть было предложение Гиммлера, и Власов его поддержал, и дальше развил, о том, чтобы расформировать все антисоветские, антибольшевистские организации, которые были ранее, и объединить их в один политический центр Конор. То есть это политический центр, который должен был курировать русскую освободительную армию. Власов настаивал на создании 10 дивизий в этой армии, в РОА, но Гиммлер остановился на пяти. Сказал, начнем сначала с пяти. Многие генералы, которые пошли на службу к немцам, их было немало, к сожалению, сами говорили, что они чем-то были обижены, чем-то недовольны, что вот обвиняли советскую власть в том, что вот они где-то проиграли и попали в плен, а их недальновидности, кто-то просто действительно хотел жить, и они потом сами признавались в этом. Конечно, солдат, которых потом вербовали уже непосредственно в РОА, находили в лагерях военнопленных после вот этой агитации Власова и среди местного населения оккупированных территорий. И при этом сами потом агитаторы признавались, что это было и с помощью обмана. Говорили, что у немцев есть резервная армия, которая весной начнет большое наступление. Говорили о том, так как вы были в плену, то вас на родине никто не ждет, вы предатели, и вас там ждет смерть. Поэтому многие, конечно, из-за боязни смерти, из-за желания жить шли на это. Хотя при этом, как выяснилось дальше, многие, вступавшие в отряды РОА, в боях, в самых первых, просто целыми группами переходили на сторону партизан. То есть и сам Власов не отрицал, что вот в первой дивизии РОА, которая была, было очень много просоветско настроенных солдат. Что потом и получилось, что огромная группа людей уходила в партизаны. Как такового РОА не было. Это все называли немцы. Немцы говорили о том, что у нас есть русский комитет, хотя его не были. Немцы говорили о том, что у нас есть русская освободительная армия, но ее не было. Существовали фактически отдельные добровольческие отряды. Они были абсолютно разной национальности подобраны. Это просто из военнопленных набирали тех, которые хотели служить у немцев, которые боялись смерти и не хотели быть в плену. РОА создалось только в 1944 году. Как раз после того, когда в Праге состоялось учредительное собрание Конр, и выбрали председателя Власова, создали якобы управление, и военные, и финансовые, и куча остальных других. То есть как будто такая серьезная организация. И после этого можно сказать, что РОА образовалась только в декабре 1944 года, как единая армия. Намеревалось создать пять дивизий. Фактически было создано две, третья на бумаге, четвертой создать не удалось. Вооружена изначально была только первая дивизия РОА. Вторая дивизия очень долго не вооружалась, и они на самом деле боялись. Гитлер был против этого. Но это просто уже конец войны, вы сами понимаете, о том, что уже были брошены все силы, которые можно были. И уже Розенберг, и уже Гиммлер, и уже Риббентроп согласились на встречу с Власовым и обсуждение создания русской освободительной армии. До этого они его кормили просто обещанием. И Гиммлер сам говорил, мы будем ему обещать, говорить все, что угодно, лишь бы он делал то, что мы ему говорим. Получается, что РОА участвовал фактически, можно сказать, в трех боях. Первый бой это был под Бреславу в Польше, где они показали себя не с лучшей стороны, были огромные потери. Второй бой был уже возле Берлина. Тогда действительно первая дивизия РОА боролась с Красной армией. И третий бой был уже в Праге. По пути, когда уже вел Власов сдаваться американской армией, свою дивизию, и вторую поджидал в Праге, чтобы они соединились. Потому что он понимал, что война уже проиграна. К советским он не хотел, потому что его сразу возьмут в плен. На американцев у него была надежда, что они его потом не выдадут. В это время первая дивизия в РОА, когда вошла, там были свои чешские партизаны. И когда они их увидели, русских, им уже тогда было все равно, РОА это не РОА, они призвали их бороться вместе с ними, немцами. Власову обещали создать новое русское правительство, во главе которым, естественно, встанет он. Обещали, что после войны будет какая-то новая волшебная форма у него, красивая. Что он останется генерал-лейтенантом. Обещали большое количество, естественно, денег. Но пока идет война, у него будет все необходимое, что ему нужно. Почему-то они решили, что самое необходимое это шнапс, женщина и сигары. Ну, видимо, Власов не был этим обделен. Гиммлер изначально хотел пользоваться Власовым в пропагандистских целях. То есть вообще Власов, он называется у немцев проект Власов, они так и называют. Это пропагандистский проект полностью, от и до. Они не собирались не создавать никакой русской армии, они не собирались создавать никакого центра управления, чтобы возглавлял Власов. Это все было на бумаге для пропаганды. Они навешали, можно так сказать, лапшу на уши Власову, кучу всего ему обещали. И это и было их целью. Сам Гиммлер говорил, мы уже знаем русских, что они на это поведутся, можно сказать. О том, что мы им будем обещать и делать все, что угодно, мы дадим ему шнапса, женщин, денег. И содержать, ну сколько, он говорит, сколько проживет Власов? Лет 20. Содержание Власова 20 лет, это гораздо дешевле, чем подготовка арт-полка. Гитлер же был категорически против. То есть он говорил, что создание вооруженных сил из русских, это просто бомба замедленного действия. Что при любом удобном случае они повернут против нас. Он приводил пример, как было с Польшей в Первую мировую войну. Что мы сначала вооружили поляков, а потом с ними же и воевали. И поэтому он был категорически против этого. И он был прав. В дальнейшем так и показалось, что огромное количество людей из Руа уходило в партизаны. Не отдельными солдатами, а целыми большими группами, батальонами. Которые просто им дали винтовки, они сказали спасибо, не стали ни с кем воевать и просто ушли в партизаны. И партизаны их приняли. И, конечно, он понимал, что это предатель. К предателям везде относятся одинаково. То есть он, поэтому они на него и смотрели, не как на серьезного человека. Они ему обещали горы золотые, но при этом они понимали, что это просто предатель. Им деваться некуда. После того, как он выпустил по своим именем листовки, он в их руках. И они могут делать с ним, что хотят. Потому что там, на той стороне, в Советском Союзе, его встретят как предателя. И он этого, естественно, боялся. И боялся дальнейшей судьбы, которая, в принципе, с ним и случилась. Когда Власова вообще поймали наши уже офицеры, при нем было очень много интересных удостоверений, обращения к американцам. И при этом он никуда не выбросил свой портбилет в КПБ. То есть такое ощущение, что человек подготовился на всякий случай везде. То есть либо он к американцам попадет с обращением, либо он попадет в русским. То есть вот возможность спасения такая. Да, когда война... Он понимал, что Германия проигрывает по всем позициям. Он понимал, что в Советский Союз возвращаться ему нельзя. Это однозначно. Его ждет высшая мера наказания, что это смертная казнь. А поэтому он решил отправиться на территорию американцев. К американцам он отправился у адитанта Антонова туда проверить, возможно ли это, примут ли они. И Антонов вернулся и сказал о том, что да, американцы нас ждут, они приказали разоружать 1-ю дивизию. И уже было сделано. Власов сразу же поехал после этого сообщения, но он до них не доехал, потому что его перехватили советские офицеры. Уголовное дело по преследованию у Власова началось еще в 42-м году, когда поняли, что Власов перешел на службу к немцам, объявили его предателем Родины. А уже в 43-м году военная коллегия Верховного Суда СССР признала его виновным и приговорила к смертной казни. То есть его в любой момент, когда бы его поймали, его казнили бы. Но опять же, когда его поймали, был суд. Изначально суд хотели сделать открытым процессом, но потом передумали. Процесс был закрытым, и кроме него судили еще 11 его соучастников в предательстве, среди них и генералы, и приговор был зачем с 30 июля по 1 августа 46-го года. И 1 августа 46-го года на территории Бутырской тюрьмы они были повешены. То есть это самое позорное не расстрел, как всем предателям, а не расстрел, вернее, как высшая мера наказания, а через повешение именно вследствие того, что они являлись предателями Родины. По моему мнению, Власов был, естественно, предатель. И предательство его заключалось не в том, что он сдался в плен, и, как он сам говорил, смолодушничал, когда добровольно сдался в плен, выдал свою личность, а в том, что он делал дальше. Он ведь не просто агитировал против большевиков, он создавал вооруженное сопротивление, он создавал армию РОА, он был инициатором этого, и большее, наверное, преступление его заключается в том, что он сагитировал огромное количество людей, чтобы воевать против своих сограждан. То есть не то, что он единично убивал кого-то, можно просто сказать, уголовный преступник, но то, что он сагитировал людей, и из-за него многие пошли на преступление, и если бы не он, возможно, этого бы не было. Многие говорят, да, что это жертва политических репрессий наших, жертва сталинского режима. Я считаю, это, наверное, говорят те, которые недостаточно знают, кто такой Власов, все его действия. Я призываю этих людей ознакомиться с документами именно немецкими. Беседы. Не тогда, когда он уже говорил, будучи под стражей, когда в протоколу допрос обвиняют, что это все липа, что это было сфабриковано, что якобы он ни в чем не признавался, что тогда можно там сочинить было все, что угодно. Но ведь есть документы, которые подтверждающие, как он действовал, что он говорил во время войны, в то время, как он был в плену. И я считаю, что однозначно он предатель Родины. В 2001 году была попытка реабилитировать Власова. Это подняло большую шумиху, но приговор остался в действии. Власов не был реабилитирован. И даже если смотреть дела, в которых лежат документы Власова, там всегда стоит рядышком с цифрами, с обозначением личных дел, вот следственное судебное дело, которое у нас хранится в ЦАФ СБ, там так и написано, рядом с цифрами его личного дела стоит буква Н. Это значит, не реабилитирован. В нашем архиве отложились листовки, непосредственно которые были написаны от лица Власова, несмотря на то, что они редактировались немцами, которые разбрасывались на оккупационных территориях. Таких листовок немного, но они есть и очень интересные. Одна из них это листовка русского комитета, которого по сути не существовало, но она была подписана Власовым и распространена среди и военнопленных в лагерях, где агитировал Власов, и просто на оккупированной территории. В основном в нашем архиве очень хорошо представлены документы о слежке за Власовым. То есть вот эти спецсообщения среди сталинского, в сталинском фонде имеется очень интересный документ, где он пишет, можно так сказать, агитационную пропагандистскую статью, кто такой Власов. И об этом ему говорили. И Пономаренко, начальник Центрального штаба партизанского движения, он призывал о необходимости контрпропаганды Власову, потому что власовские листовки вносят непонимание и удивление среди советских солдат, потому что многие ведь не знают, кто такой Власов. Они всегда говорят, кто такой Власов, что такой русский комитет, почему вообще это появилось. И они призывали к вот этой контрагитации. То есть необходимо было проводить не просто агитацию за советскую власть, но и против этого человека, показать, что он именно предатель Родины. Очень много у нас спецводок, спецсообщений штабов партизанского движения, в том числе Ленинградского штаба партизанского движения, который отслеживал путь Власова. Конечно, в основном у нас документы хранятся именно Центрального штаба партизанского движения. У них была обязанность у партизан бороться с дивизиями русско-освободительной армии. До этого они боролись с добровольческими отрядами. Это было самое главное для них. И потом, после образования русско-освободительной армии, уже борьба с ее отрядами.